Каждая весна у пятилетнего пса по кличке Хати начинается с вакцинации. Хозяйка Лилия рассказывает, на днях Хати сделают прививку от клещей, а пока она тщательно осматривает мех пса после каждой прогулки. В прошлом году были случаи, все-таки для профилактики обрабатывались, но, слава богу, не подцепили. Вместе с перелетными птицами, эмигрирующими дикими животными, клещи проникают даже в непривычные для себя ареалы, например, в Арктику. Излюбленным местом обитания клеща является трава, кустарник и мелкая растительность. Особенно ему нравится селиться вдоль троп и рядом с водоемами, например, озерами и реками. Здесь, на берегу реки Преображенки, созданы все условия для комфортного проживания маленького паразита. Благо, в наших широтах клещ появляется нечасто. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году на Ямале было 56 случаев укусов клещей, в том числе 12 среди детей. Кроме того, 5 человек заразились боррелиозом или болезнью лаймы. Диагноз подтвердился у жителей Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салихарда и Лабытнанги. В Тюмени уже в этом году зафиксировали три случая заражения. Ежегодно жители округа и жители Приуральского района отмечают случаи заноса клещей, поимки клещей на каких-то домашних животных, чаще всего собаки. Это так называемый пассивный перенос, когда эксодовые клещи могут мигрировать на большие расстояния вместе с животными. Клещи также переносит энцефалит, опасный вирус, вызывающий воспаление головного мозга. Летальность этой инфекции доходит до 30%. Хотя клещи на Ямале появляются редко, в прошлом году один человек обратился за помощью к врачам с заражением энцефалитом. Заболевший вернулся из Свердловской области. У нас имеются в наличии вакцины клещ и вак. Рекомендуем прививаться жителям нашего региона, так как наш регион не эндемичный, тем, кто будет выезжать за пределы округа на отдых. В начале недели в Салихард доставили тысячу доз вакцины против клещевого энцефалита. Поэтому врачи рекомендуют поставить прививку сейчас, ведь профилактика всегда лучше лечения.